Неглубокие ямы, песок, пыль и мелкие камни. Так сейчас выглядит вход в подъезд на улице Силкина 4А. Если летом разбитая бетонная плита особых неудобств жителям дома не доставляет, то зимой всё обстоит иначе. Чистить эти ямы сложно и зачастую они покрываются ледяной коркой, ходить по которой порой опасно, рассказал Николай Иванович. Выбийные дни. Сейчас выбийные, стыкаются все, а зимой не чистят. Нельзя чистить одни ямы. Как она чистит уборщица? Никак не чистит. Вот и все проблемы. Все бабоши акции, третий год никто не идёт никуда. Никто ничего не приходит, никто ничего не скажет. Входная группа этого подъезда действительно требует ремонта, но в аварийном состоянии не находится, пояснили в МУП «Центр ЖКХ». В организации есть группа каменщиков и плиточников, которые занимаются аварийными входными группами и ремонтируют их в кратчайшие сроки. Если не успеваем ремонтировать, мы принимаем превентивные меры, то бишь, либо деревянный настил временный, стелем, либо, если это плиточное покрытие из крупногабаритной плитки, так называемую тротуарную плитку, просто демонтируем. Да, это какие-то неудобства для жителей, но, по крайней мере, это не ведёт к тому, что можно сломать ногу. Ремонт крыльца на улице Селкина относят к плановым работам. Это довольно распространённая проблема для Сарова. К началу зимы отремонтируют 30 таких домов. В прошлом году с привлечением подрядных организаций ремонт входных групп сделали в 38 многоквартирных домах. Для выполнения плановых работ своих ресурсов не хватает, и «Центр ЖКХ» проводит конкурс, которым выбирает подрядчика. К сожалению, тоже, как и в этом году. Например, с первого раза привлечь подрядные организации не получается, то есть на конкурсы никто не заявляет. Вот входные группы мы в сети интернет выставляем третий раз уже. Ну, подрядная организация вроде как бы определилась. Ещё раз повторюсь, со следующей недели начнутся работы. Если в вашем подъезде схожая проблема, вы можете оставить заявку в «Центре ЖКХ», позвонив по номеру единой диспетчерской службы 9-33-33. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.